Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого потом. Сегодня речь пойдет о Будде. О том самом Галутаме Будде, который всем нам известен как основатель одной из мировых религий. Буддизм не просто религия. Буддизм это скорее философское направление. Просто долгий путь, более двух тысяч лет, там колеблются оценки, от почти трех тысяч до двух свойств тысячелетий. Проделанный этим учением, он привел к тому, что оно превратилось в, если не ошибаюсь, 250 томов, упоминает Александр Сенкевич, автор биографии Будды. 250 томов классических буддийских сутр, так называются главки, на которые подразделены эти классические сочинения, и толкований к ним, всевозможных философских учений и изложений мифов, связанных с учением. Собственно, биография Будды это очень короткая вещь. Это фактически сказано в юмористическом жанре. Родился, произнес такие слова и умер. Потому что известная нам хронология, даже если, независимо от того, какой датировки вы придерживаетесь, она укладывается примерно на полстранички. И это все, это собственно все факты о Будде, которые можно считать условно достоверными. Основные даты жизни и деятельности Гаутамы, Шакьямуни Будды. Почему это происходит? Не потому, что ученики, так трепетно относившиеся к учению и к тому, что говорил учитель, они не желали сохранить его образ в своем сознании и в последующих воспоминаниях. А потому, что это считалось прежде всего неважным. Ведь Будда учил отстранение от вот этих вот мирских поморчений, как это называет Сенкевич, переводя сугубо буддийский религиозный термин. Поморчения нашего ума, отвлекающие нас от главной задачи, от самосовершенствования. Эти все поморчения могут казаться нам вполне привлекательными. Это наши желания, это наши страсти, в хорошем смысле слова, любовная страсть. Это наша любовь, привязанность, которая держит нас крепче любых цепей из стали, алмаза, из чего угодно. Привязанность к родным и близким это самое сильное, что есть в нас. Базовая фактически вещь, которая как инстинкт самосохранения держит нас в этом теле. И вот, конечно, все это приводит к одному, к страданию. Потому что человек, он рождается в страдании, живет в нем, перемежая вот этими вот редкими вспышками удовлетворения этих страстей. Но за каждым удовлетворением, за каждым достижением приходит еще большее желание возрастающее, которое уже невозможно будет удовлетворить, не нарушая шаткого нравственного равновесия. И вот этот знаменитый восьмеричный путь. С учением Будды в кратком заложении можно познакомиться ради Бога где угодно. Это абсолютно несложно. Важно понять, что это значит в сегодняшнем мире, в мире сугубо реалистичном, материалистичном. Я и сам атеист. Вот эта идея и это учение. И вот Александр Сенкевич написал совершенно нетрадиционную биографию. Она начинается не с рождения, она начинается со смерти. Но перед этим есть вполне традиционные вступления, которые выводят вот общую мировую такую тему, значит, касающуюся истории всего человечества на личный уровень, на личное впечатление. Там Сенкевич пишет о своих, о своем собственном путешествии к предгорьям Тибета. О том, что ему виделось на берегах священного озера. О том, что он чувствовал, когда он посетил знаменитую пещеру, связанную с легендой. Я не буду сейчас все пересказывать, это довольно сложно. О том, что он чувствовал, когда он посещал резиденцию Рейриха. О том, что он чувствовал, когда он посещал буддийские святыни. Их несколько, они сохранились. Те самые городки, поселения, рядом с которым начинала свою жизнь фактически секта, да, община. Зародившаяся община, которая еще при жизни учителя начала формироваться. И потом, соответственно, уже выросла в огромные религиозные течения. Далее, как я уже сказал, мы идем нетрадиционным путем, мы не излагаем последовательность жизни. Потому что, еще раз говорю, фактов кот наплакал. Даже если мы начнем говорить о базах, да, например, о знаменитой легенде о четырех выездах Будды, юного Будды из дворца, который был изолирован от всех тягот и забот этой жизни. Да, он был царский сын, соответственно, он выезжал, и вот он увидел, соответственно, умирающего, старика, значит, больного, прокаженного, да, изуродованного болезнью, да, и просветленного мудреца, йога, который, значит, сидел, был истощен аскезой, да, но, значит, от него исходила вот эта сила просветления. После чего жизнь его переменилась, он бросил жену, ребенка и ушел, значит, искать свою, искать истину. Это легенда. С нее, например, начинает свою блестящую лекцию Борхес, да, в цикле «Семь вечеров». Но это легенда. И, вот, например, Сенкевич не начинает с нее рассказ о том, как начался путь к просветлению, да, первого учителя. Но он начинает с другого. Он начинает, что вполне возможно, это был обычный праздник весенний, праздник плодородия, да, который вот в индуизме широко практикуется. И юноша, возможно, мальчик Будда наблюдал, как птицы пикируют, допустим, на спины валов, запряженных в пуг, да, исклевывают с удовольствием копошащихся на этих спинах насекомых, да, оводов, фактически просто слепней, которые напились кровью этих быков, его, значит, являются теперь вакомством для птицы. Или, как те же самые птицы, в спешевспаханную, выртую, священную, не забываем для индуиста, землю, да, для любого брахмана, значит, да, и для фигуранта другой варны, да, они в священную землю пикируют, эти птицы, едят червей. Червь тоже живое. Это живое существо. И вот эта давильня, крылавая давильня жизни, круговорот, из которого не вырваться, потому что это карма, это вот кармическое перерождение постоянное, и цепь этих перерождений человеку не прорвать, вот эта тяжелая истина, она открылась, будьте, вот в таком, скорее всего, воплощении, да, а потом уже стала красивейшей легендой, невероятно, конечно, красивой, а вот этой встречи, да, с четырьмя представителями человеческой судьбы, да, с четырьмя олицетворениями человеческой судьбы. Вернемся к биографии Будды. Здесь совсем немного фактов изложено, да, но очень красиво, очень толково пересказываются сложнейшие легенды, красивейшие, которые, с которыми в оригинале познакомиться, в принципе, рядовому читателю, по-моему, не суждено. Это настолько сложный, вязкий текст, который требует погружения в исторический контекст, а как раз в это Сенкевич, ученый и прекрасно разбирающийся в индийских древностях и в палийских древностях, потому что там и с языка пали, и с санскрита переводы, и с китайского, и с древнекитайского перевода, и так далее, и с японского, это буддийская литература, она многоязычна, вот. И вот он великолепный специалист, он как раз умеет погружать в исторический контекст. Ведь одновременно с буддизмом зародились в Индии джайнизм, зародились учения вот тех самых голых аскетов, йогов, да. Откуда взялись все эти люди? Это же были, в сущности, протестанты. Это были те, кто уходил из собственной касты, да, из брахманов, из кшатриев, да, из воинов древних, вот, или из низших каст, уходил вот в эти леса, да, искать истину в аскезе, да, и там бурлило целое народное движение. И вот на волне этого движения зародилась такая вещь, как буддизм, но, опять же, зарождение этой великой, великого учения, все связано с биографией одного конкретного человека. Биография эта выступает перед нами в тумане, как гигантская статуя. Будды на рассвете выступают, значит, из сумерека или из тумана, вот это вот знаменитые буддийские гигантские статуи. Здесь можно посмотреть, кстати, очень красочные примеры и буддийского искусства, и буддийской культуры, и некоторых моментов буддийской мифологии, запечатленных в произведениях искусства, да, и, собственно, приобщиться просто к атмосфере. Вот столб царя Ашоки знаменитый, да, то есть вот можно приобщиться к атмосфере этого индийского учения, да. И вот, например, в галерее портретов известных исследователей буддологов и тех, кто принес на Запад учения, собственно говоря. Возвращаясь к Будде, нам не очень много известно. И даже, например, финал жизни, я всю жизнь был уверен, читая тоже какие-то источники, уж не помню, откуда ты это вычитал, да, что Будда отравился грибами. Случилось страшное, ядовитые грибы попали в блюдо, вегетарианское, естественно, которое, значит, он потреблял накануне своей смерти, да, вот, и он начал мучительно умирать. Это было тяжелое отравление, он умирал много дней, страшно страдал хозяин, который принял драгоценного гостя с его учениками, значит, в своем доме. Умирал ли кто-то, кроме Будды, неизвестно, то есть я этого не помню. Скорее всего, нет, вот именно его постигла такая участь страшная. Он съев этот ядовитый гриб, мучился, но, несмотря на страшное мучение, он утешал хозяина, говорил, что тот послужил орудием судьбы, значит, помог покинуть, я просветленный, мне не страшно покидать этот мир, да, я не возвращаюсь, колесо сансара уже не для меня, да, я не перерожу, не будет перерождения, да, моя участь светла, вот, и пусть он тебя утешит. Здесь же, например, Сенкевич пишет о том, что он поел мясо кабана и, возможно, был намеренно отравлен кем-то из злопыхателей, а уж их-то у него хватало, потому что мало кто так люто ненавидел основателя религии. Ну, все, собственно, повторилось несколько столетий спустя с Иисусом, да, как Брахмана, потому что он у них отбирал монополию на духовную власть и связанные с ней привилегии. Это совершенно очевидно, это вот банальная вещь, которая происходит с каждым основателем великого учения, по-видимому, на этой планете. Печально, но факт. Но земные шаги, подробности его жизни, подробности его взаимоотношений с современниками не столь важны и в большинстве своем легендарны. А главное, это то восприятие, которое дает нам книга. Это очень сложно уложить в том, биография ли это с навязанной нам билетеризацией, да, взглядами автора, или, как в данном случае, практически полное отсутствие этой билетеризации и, значит, великолепное изложение огромного количества материалов из разных источников, да, сведенное в такую стройную, постепенно подводящую нас к пониманию того, что именно зародилось в 12-15 столетий назад. Это очень важно. И погружение в исторический контекст, и социальный контекст происходившего, и взгляд на сегодняшний буддизм, да, на сегодняшние школы этого буддизма, начавшегося с Кинаяна, с Малой Колесницы, да, сейчас уже потом была Махаяна, этот буддизм для всех, как бы, который уже накрывает собой все человечество, да, проповеднический, да, буддизм такой. Ну, я сильно огрубляю все, я же не специалист, и, в конце концов, качается тем, что говорит в данный момент Далай-Лама в наши дни и так далее. Вот эта широчайшая панорама, она Сенкевичу прекрасно удалась. Можно составить впечатление о том, что это за учение, что оно значит для человечества, и насколько важно любому культурному человеку в обязательном порядке познакомиться с его основами, с жизнью первого учителя, и проникнуться атмосферой, пусть во многом легендарной, да, того, что происходило так давно. Но это сокровищница человеческой мысли и культуры, независимо от вашей религиозности. Я, например, как человек нерелигиозный, все равно с огромным почтением отношусь к тому, что написано в этой книге. И, собственно, призываю вас к тому же. Итак, Будда, биография в серии «Жизнь замечательных людей», Александр Сенкевич, автор еще одного прекрасного изложения того, чем является буддизм в наши дни. Спасибо за внимание.